здравствуйте здравствуйте как ваш ничего спасибо хорошо вашими молитвами ну стараемся я это чувствую вы откуда быть город тверь тверь не был там но слышал да про тверь как про тверь не слышал все нормальные люди слышали про тверь все нормальные люди у которых есть вот столько хотя бы музыкального слуха и понимания все слышали михаиле круги они не 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 поэтому знаю тверь теперь просто на слуху по географии россии города и знаю знаю конечно я никогда не знал что на ствери извините теперь будете знать видите сколько нового и позитивного и полезного я вам рассказал в рулетке так точно о чем общаются здесь людьми по-разному я обычно знаете как будто когда из другой страны человек попадает я обычно спрашиваю откуда он туда приехал мотивы почему он переехал как он устроился на новом месте жизни нормально все у него ненормально как он себя себя чувствует вот вы в англии вы откуда приехали в англию с латвийской сср ну точнее родился в латвийской сср выросла но с латышей здесь вот там уже все выехали конечно так мы потеряли за 10 лет 20 процентов населения серьезно разбежались но если у нас когда-то было два с половиной миллиона сейчас меньше двух миллионов сейчас уже подходит миллион восемьсот я вам открою страшную тайну вас раньше было 4 миллиона у вас в одной риге было 815 тысяч жителей так у нас в риге 800 тысяч жителей было еще когда я жил а сейчас сколько сейчас я уже давно не узнавал а сейчас 420 тысяч половина жителей как так в риге сейчас да может быть я не проверял аль такой город долгов пилс промышленный город сколько про русский город 145 тысяч сейчас 70 тысяч ну я же говорю что из латвии все убегают потому что там а ведь можно было просто сказать просто сказать на латышском одну фразу до ладзи в упадом и латвия и все бы волшебным образом изменилось это вы к чему что русские которые не хотели не хотели учить латышский язык уехали ли что ли к чему это нет я думаю что если бы советский союз не развалился в латвии все было бы так же хорошо как и было ну извините извините во многих странах если бы советский союз не развалился было бы все хорошо кто жил латвия латвия подождите в латвии было столько промышленности при ссср было рига с электрорублятива был радио технический завод радиотехника в верфи вагоны делали локомотивы делали делали мата в огры огромное химическое производство ой волой на волой на тот же дзинтерс дзинтерс тоже закрылся который после мерию проводил производил так что да я почему про латвию перебью вас почему про латвию переживаю очень сильно потому что как бы я в латвии прожил 8 лет во время и эта страна знаете когда человек там проживет 8 лет она все равно становится там частичка его сердца так точно но вот поэтому поэтому вот такая вот печальная ситуация меня остались знакомые в латвии периодически ним созваниваюсь народом из твери то есть новый сейчас я родом не из твери я сейчас проживаю в твери а родом откуда родом со смоленской области в латвии жил сначала в городе добеля добана добана да потом жил в риге и потом последние полтора года в юрмале у я он добыл ты слушайте вот мы про мы забыли упомянуть ярмалу я когда был последний раз в юрмале там собаки за газетами бегали когда я последний раз был в юрмале все было закрыто все дам дома олега ну кто есть когда они запретили русскими запретили новую волну вот с этого 2014 года как все началось все юрмале просто извините как это началось небольшое пике пиздец пиздец извините не говорите матом хорошо вы же красивый воспитанный интеллигентный латыш был был я не латыш я русский у меня в паспорте написано что я русский не ну я имею ввиду по гражданству по гражданству да это самое да да так есть то есть юрмала просто умерла там столько стало запрошенных домов там просто ну там просто делать нечего деньги все вывели русские все уехали печально печально все это ну вот и все но латвия под гнетом евросоюза америки запретила транзит железнодорожный транзит потом порт тоже они что-то запретили русским пускать и и это самое и молодцы ну что ну они классно классно же придумали правильно очень мы там все ребята так рады так рады там работают нормальные экономисты правильно не то что там где-то там думают о стране хотя бы там хотя бы думать о стране латыша молодцы а дядя дядя латыша хорошая на своем населении своем поляки живут и евреи живут я думаю что вот эти вот последние их телодвижения с памятниками это уже перебор то есть они сейчас настроят против себя даже вот то оставшееся население более-менее которое там прижилось слушайте я вам так скажу вот когда вот я именно был в подростковом возрасте вот это вот как раз была актуальная тема межнациональная рознь да и вот мы когда как бы мелки до подростки были мы ходили драться с латышами мы говорили мы русские вы латыши и у нас это было вот они искали нас мы искали их у нас было вот это потом подрос все вот много-много лет не было вот это вот между национальной рознь там куча друзей латышей у них там ну мы все дружим нормально до сих пор да а вот сейчас вот опять это началось вот это вот разгонение и и это сейчас конкретно народ наверное на самом деле повернет сносить памятник зачем кому я вот этого вообще не понимаю это знаете боев борьба война с ветеринарными мельницами это какой-то именно хороший пиар нехороший именно это ну это вот у них им так сказали а кто такая латвия да когда у тебя нет никакого производства ты не даешь ничего вообще у нас вы знаете нас последний сахарный завод который был сахарный завод елгарский сахарный завод очень вкусный сахар нам евросоюз при вступлении в евросоюз нам сказали вам надо остановить этот завод избавиться от резервов на складах то есть которые скопились потому что страна евросоюз не может иметь выше определенного уровня если вы за год там за год за пол я не помню точной цифры не исправитесь вам надо будет заплатить штраф ну как вы думаете завод закрыли заплатили штраф а потом этот завод купила немецкая компания производит там сейчас сахар был дан супер или что такое то есть для меня это вообще какая-то это самая елгарский сахарный завод закрылся а на том месте делает немцы сахар ну вы еще вы еще вот в англию уехали знаете как бы я вот шестнадцатом году был португалии встретил женщину с долгов пился в португалии она сначала так разговаривала со мной бодрилась а потом заплакала чего так из-за чего ну потому что знаете она долго впился была где-то там на производстве инженером муж у нее был инженером они переехали в португалию муж в итоге превратился в маляра красит там стены она там да она работала то я ее встретил там такой город фару там бизнес фару фару это юг португалию португалии до порта ну вот она там работа в торговом центре в двух магазинах уборщицей понимаете то есть она сначала ободрилась а потом все закончилось слезами она сказала знаете как это такое оправдание что мы уехали сюда из-за сына мы тестами уже ладно все понятно мы уехали здесь тепло а вот сын он уже как бы будет интегрирован в португальское общество у него друзья португальцы все ради сына я конечно с ней как бы согласился но с другой стороны думаю ну вы же еще молодые да почему бы так вот себя похоронили вот пошли на такие условия ну это выбор каждая лично сугубо личный да каждый на это идет осознанно потому что люди наши тоже мы здесь переезжаем то есть не 33 года я сюда приехал 7 лет назад тоже осознанный выбор я уже там не молодой долбоёк это мне дурак извиня извиняюсь это самое когда тебе там 16 15 18 лет ты не понимаешь что человек самый переехал сюда да вот потепил потихоньку потихоньку первые 6 месяцев мы посуду потому что но надо было как-то опять же интегрироваться в общество английский какой-то было базовое я учился не мне мама отправила три года два года приватного учителя что вот я учил грамматика туда-сюда сюда приехал а язык то ты вроде как говоришь ты вроде как знаешь ни хрена не понимать это было другой был другой английский оказывается но как бы всем вся грамматика правильная только вот именно вот все все слова здесь никто не так и не говорит и не принялся и вот и при пришлось по чуть-чуть по чуть-чуть игры вот это вот я устроился в японский ресторан посуду быть и там тоже много было такие же как я кто мало знает это самое английские бы там очень хорошо находили общий язык и почему по чуть-чуть по чуть-чуть туда-сюда вот и так постепенно постепенно и все и через шесть месяцев я уже пошел работать по искать свою профессию и устроился вот уже шесть лет работы нормально все кем устроились если секрет я не знаю такой профессии даже нет мы занимаемся рекламой мы занимаемся производством физической рекламы широкоформатная печать декорации строительство выстраивание там допустим красоту делаем для магазина но мне вот русские говорят что это называется рекламное агентство потому что я оставить им занимаются рекламное агентство но наверное я не знаю у нас это просто за сайн компри компания по рекламе это же лучше чем после того как ты был инженером фару мыть полы вы знаете все зависит если был инженером и получал 30 тысяч 25 тысяч рублей а сейчас ты вроде как и моешь полы но у тебя там тебя хорошо в португалии вам хватает на жизнь хоть ты моешь полы не знает это такое двояко но я согласен с вами двояко это но мне все-таки кажется что человек все-таки чувствует себе вот такой небольшой знаете комплекс есть конечно конечно слушайте вот у меня сейчас брат он тоже в англии в ньюкасселе жена у него с екатеринбурга она завод школе было в екатеринбурге вот они прилетели там встретились все нормально поначалу тоже вот пошла сюда а завод и учитель кстати английского языка да это важно то есть английский у нее какой то есть это самое тоже вот он работает на стройке и она пошла это самое в отеле тоже быть гордочный ничего они живут хорошей жизнь сейчас беременна это самое но я согласен ситуативно и это все сугубо лично кто на что готов если тебе в жизни хорошо ты можешь если тебе в семье дома хорошо то неважно чем ты занимаешься на разжали полностью согласен но хотел бы сделать уточнение знаете я понимаю что ситуативно работать на какой-то не свойственный тебе профессии это временно это нормально для того чтобы выжить для того чтобы обуркаться для того что вжиться это нормально но все равно человек который как бы уже достиг до этого каких-то определенных высот поставил себе планку я не считаю это зазорным там работать горничной или там строителем я не про это хотел сказать вам может быть у меня неправильно поняли я говорю о том что все равно человек он как бы был определенного социального статуса и как бы терять этот социальный статус даже в другой стране не всем приятно как бы тебе хорошо не было но я опять вот это же я возвращаюсь к тому я всем вот друзьям которые у меня там спрашивают с той же латвии стоит ли стоит ли переезжать в англии я говорю ребят вы должны быть морально готовы вот нашего русский менталитет к этому не предназначен здесь жизнь другая да и понимаете это это тяжело мне было легко потому что мне там уже у меня в латвии тоже уже все там становилось все хуже и хуже с работой плохо там и пить начинал ну и все всякое такое на не похоже на человека который сорвался а в смысле сорвался пить начинал а не не в смысле нет я я же вон я пью всегда ну так по чуть-чуть по чуть-чуть не а смысле это сам но сам факт что я ребятам говорю что к этому надо были я знаю своих друзей которые вот уже там знаете обознавались в риге работают долго и я знаю их по их качествам что они не смогут здесь жить здесь другая жизнь здесь совсем другая а мне вот она как раз подошла мне я не знаю такое ну мне мне я здесь почувствовал себя очень хорошо здесь много свободы и все то есть опять возвращаемся к моим же словам здесь все сугубо лично и идеально кому как если опять же если ты ешь за границу за ты можешь на приехать даже в нашем возрасте даже в вашем возрасте и поступить в универ не 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 можно 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 поступить в универ на финансирование государства отучиться и пойти дальше работать за большие деньги да можно можно теоретически можно но я не знаю я всегда вот работал руками у меня работа я рабочий человек и я мне мне нравится то что я делаю я очень довольна но я рад за вас кстати чертовски рад реально души главное что вы нашли себя да и я еще хотел вспомнить что вот как-то недавно разговаривал с парнем из голландии тоже он сказал мне такую вещь о том что он битмета мама осталась в латвии я перед раньше приезжал а сейчас будет я приезжаю я потерял вот этот вот вкус что я возвращаюсь на свою бывшую родину то есть я все меньше и меньше хочу приезжать в латвию и у меня самая большая проблема что мама не хочет из латвии перебираться ко мне голландию он ведь если бы я маму перевез я бы про латвию вообще бы забыл забыл да но вы знаете судить судить его нельзя потому что каждый человек еще там где нам попить тепло туда ну я опять же не хочу говорить грубый слайд где нам где нам где нам удобнее и комфортнее жить туда мы и мы же не от хорошей жизни бежим до латвии люблю как государство потому что мне нравится сама страна очень красиво мне там много друзей но я туда возвращаться вообще не собираюсь если здесь что-то случится я уже постараюсь переехать куда-нибудь но только не в латвии мне не раз я приезжал туда последний раз до ковида только как ты садишься ты идешь по аэропорту аэропорт тихий ты потом садишься в автобус в такси едешь в город тишина людей нету все серые в магазин заходишь никто тебе не улыбнется и слова не скажет то есть возвращаешься в эту серость и унылость да здесь вот мелочи такие но каждый ты подходишь продавщица любом магазине здравствуйте как у вас дела хорошо спасибо как вы нормально улыбайтесь друг другу это мелочи но 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 это это делает мир гораздо одну не мира мира вот именно вот здесь вот гораздо лучше здесь любой к себе может подойти и сказать здравствуйте здравствуйте и как у вас дела просто просто выгодит как как ты проходит такой и это пробки стоишь вы напротив машины стоят такой головой друг друг кивнете он тебя в ответ кивню там ну или что такое понимаете ну есть какой-то коммуникация между людьми да а в латвии опять же каждый думает про себя и всем все настолько злые и это все зависит да когда у человека как это более-менее все ровно он и более благожелательный к другим в латвии денег никому не ну как бы здесь тоже немного денег я не зарабатываю там никакие миллионы да мне просто хватает на свою жизнь я говорю и обычный рабочий ну здесь все это по-другому а в латвии когда ты всегда думаешь как бы там заработать лишнюю копейку и как бы там сэкономить лишнюю копейку тебя хватает там от сих до сих и но люди к этому привыкли то есть не знаю меня 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 чуть-чуть от этого печально я понял я хотел спросить вас вы не будете против если я выложу это на youtube наш разговор наверное я же ничего такого не говорил вроде как нет но понимаете всем дело я как бы у меня есть youtube канал да я просто когда разговаривали с собеседниками чтобы как бы опускание сами трезво оценивать понимаете то есть я как бы не гонюсь за таким контентом знаете что если вдруг поставить человека поэтому я просто вспоминаю ничего ли я такого я уже просто не помню с вами беседовали долго ничего ли я такого не говорил а чего бы я хотел скрыть даже меня поймите а я дуяду я дуяду я думаю что выкладываете да выкладываете да спасибо вам здоровья здоровья всего 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 обнял радости до свидания ну вроде ничего лишнего не сказал так все по существу хорошо хороший приятный парень дай бог ему в англии всего всего самого лучшего здоровья и а и и и и и и и